Я являюсь деканом вечернезаочного факультета, который реализует программы ускоренного бакалавриата. Именно те программы, которые вас интересуют, и, наверное, по поводу которых вы сегодня пришли узнать что-то более подробно. Мне надо кликер. Вы здесь уже, Елена Сергеевна, вы с ней познакомились. Она вам показала ссылки на наши группы в социальных сетях. Там всегда выложена актуальная информация, поэтому, если есть какие-то вопросы, вы можете там писать и получать оттуда информацию. Давайте, наверное, уже перейдем более подробно к той информации, которая вам полезна на сегодняшний день и нужна. Поскольку вы здесь, значит, вы задумываетесь о продолжении своей учебной траектории. Вы, значит, не сидите на месте и хотите развиваться дальше. И мы сегодня здесь собрались, чтобы рассказать, что мы вам, как высшая школа экономики, в этом плане можем дать, чем мы вам можем быть полезны. Вечерний заочный факультет существует уже более 20 лет, как и университет в целом в Перми. Вообще, высшая школа экономики, если вы знаете, кто мы такие, находится в четырех городах. Кампус в Москве, в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге и в Перми. То есть четыре филиала или кампуса, кому как удобно их принято называть. Мы сейчас находимся с вами, собственно, в Пермском кампусе. У нас на факультете реализуются шесть образовательных программ. Мы про них поговорим более подробно. Для этого сегодня приглашены академические руководители каждой образовательной программы. Вы сможете с ними в течение презентации и после неоткрытых дверей, если у кого-то есть какие-то более узкие вопросы, пообщаться уже индивидуально. Для этого сегодня академические руководители здесь и присутствуют. Две формы обучения. Очно-заочная форма обучения и форма заочная. Кому какая удобна. О преимуществах и недостатках каждой формы расскажу тоже чуть позже. У нас очень большой состав преподавателей-практиков. Это не просто так. Причем он намного больше практикующих преподавателей именно у нас на факультете. Это связано с тем, что вас уже интересуют какие-то прикладные моменты в образовании, нежели ребят на дневном отделении, которым нужна больше теоретическая база, нежели прикладная. Вы уже все работаете и вам надо эти задачи уже сегодня реализовывать в рамках своих каких-то профессиональных задач. Профессорский, преподавательский состав молодой. Вы видите, наверное, это по нам, по всем, кто вас сегодня здесь окружает. И средний возраст наших преподавателей 38 лет. Мы считаем это одним из своих ключевых преимуществ, потому что преподаватели молодые, современные, постоянно обновляют свои знания, постоянно работают в различных программных продуктах и находятся вместе с рынком, поэтому они могут вам дать те как раз актуальные знания, которые вам нужны. Ну и образование у нас на факультете, оно построено не в виде классических лекционных занятий. У нас, например, нет никаких экзаменов в виде устной формы, то есть у нас это абсолютно не принято. Все обучение построено на базе мастер-классов, различных кейсовых заданий, каких-то интерактивных заданий, всего остального, потому что делать уже устаревшие классические задания никому не интересно, никто этого не хочет делать. Наша задача, чтобы вам учиться здесь было интересно, потому что если будет неинтересно, вы просто-напросто либо со второго же дня учебы уйдете отсюда, либо просто не будете посещать занятия. Наша задача, чтобы вы были вовлечены в процесс обучения полностью с утра и до вечера. По поводу форм обучения. Две формы обучения, как я уже сказала, форма обучения очно-заочная и заочная. Очно-заочная форма обучения, раньше ее принято было называть вечерняя, потому что учеба проходит в вечернее время. У нас это пятница, с 17.10 начинаются занятия, и до половины десятого три пары. И второй учебный день это суббота, с 9.10 до половины четвертого четыре пары, то есть вторая половина субботы у вас уже полноценный выходной день. Таким образом, на неделе, с понедельника по четверг занятий нет. Это опять же сделано не просто так. За 20 лет мы уже выработали такой график, который был бы удобен именно вам. И многие абитуриенты и студенты отмечают, что именно пятница вечер, когда у многих компаний укороченный рабочий день, удобно приезжать к пяти, и суббота первая половина дня отучился, и в принципе уже есть полтора полноценных выходных дня. Поэтому именно такой график учебы. Что касается заочной формы обучения, то это три сессии в год. Первая сессия осенняя две недели, зимой три недели, и весенняя сессия одна неделя. Обучение проходит с сентября до конца июня. Как у всех студентов, июль и август, это два месяца летних каникул. Первый курс начинается обучение с октября месяца на очно-заочной форме и с ноября месяца у заочной формы, потому что прием документов идет еще в сентябре. То есть, поэтому начало обучения начинается с начала октября. Сроки обучения. Они вас интересуют. Сроки обучения ускоренные. Нормативный срок обучения по законодательству у очно-заочной и заочной формы обучения – это четыре с половиной года. Поскольку вы уже все имеете профессиональное образование, кто-то имеет среднее профессиональное образование, кто-то имеет высшее образование, за счет того, что вы уже ряд дисциплин изучили на первом образовании, мы можем вам ускорить срок обучения. Соответственно, если вы имеете высшее образование, то срок обучения ускоряется до трех лет. Срок обучения на базе среднего профессионального образования ускоряется до трех с половиной лет. Это происходит за счет того, что ряд дисциплин из вашего первого диплома, они могут быть перезачтены, и вы их повторно здесь изучать не будете. Например, такие дисциплины, как философия, история для второго высшего образования. Ряд дисциплин может быть профессиональных для тех, кто поступает на базе среднего профессионального профильного образования. Например, если кто-то изучал основы информатики и поступает на программную инженерию, то, соответственно, основы информатики здесь могут быть перезачтены. Есть, конечно, ряд дисциплин, которые мы принципиально не перезачитываем. Это прописано во всех наших положениях. Здесь, например, речь идет об экономике и математике для экономистов и менеджеров, потому что мы понимаем, что это базовые дисциплины, которые вам потом нужны будут для изучения всех остальных дисциплин и перезачистить вам математику, которую кто-то изучал 10 лет, а кто-то и 15 лет назад. Но это просто нерационально, поэтому здесь мы ее даем условно где-то заново, где-то в дополнение к тем знаниям, которые у вас есть, поэтому математика здесь изучается. Но, как показывает практика и, опять же, отзывы студентов уже на выходе при получении диплома, они все говорят спасибо, что математика у нас прошла заново, потому что это был уже давно-давно забытый предмет. Поэтому это тоже сделано все не просто так, и пусть это вас ни в коем случае не пугает. Кстати, преподавателя по математике прямо сегодня, кто идет на консультацию по математике, вы можете увидеть, Евгения Григорьевна, профессор, шикарный преподаватель по математике, она же ведет на первом курсе все математические дисциплины, поэтому сегодня уже можно потенциально с ней познакомиться. Какие образовательные программы реализуются на факультете? Посмотрите, пожалуйста, здесь представлены весь список образовательных программ. Это менеджмент и бизнес-администрирование, экономика и финансы фирмы, бухгалтерский учет, аудит и налоговое планирование. Данные три программы есть как в очно-заочной, так и в заочной формах обучения. То есть здесь предполагаются две формы обучения. Информационные системы в бизнесе, программная инженерия и юриспруденция реализуются только в очно-заочной форме. Это предполагают образовательные стандарты, и по-другому здесь быть не может. То есть кого интересует юриспруденция заочно, у нас, к сожалению, а может быть и к счастью, потому что, наверное, заочно научить, сделать профессионального юриста практически невозможно. Именно поэтому, в принципе, наши стандарты это и не разрешают делать. И сейчас мы вкратце буквально несколько слов расскажем, что представляет из себя каждая программа, потому что многие из вас из опыта прошлых лет показывают, что вы не знаете, что выбрать. Финансы, менеджмент или бухучет, или юриспруденцию, и у вас такое вот бывает, что распутие, поэтому сейчас некоторые моменты проговорим. Если у вас появляются сразу же вопросы, можете их задавать по ходу, чтобы не откладывать это надолго. Первая образовательная программа – менеджмент и бизнес-администрирование. Собственно, академическим руководителем на ней по совместительству являюсь я же. Я сама заканчивала менеджмент в стенах вышки и магистратуру, и специалитет, поэтому могу вам рассказать и как студент бывший, и как сейчас руководитель этой программы. Программа направлена на подготовку управленцев разного звена, разных уровней и разных направлений. То есть сказать, что менеджмент готовит только топ-менеджеров, конечно же, нет. Здесь и управленцы могут быть, и отдела маркетинга, и HR-отдела, и многих-многих других, смотря какие перед вами стоят цели и задачи. В рамках данной программы реализуются два профиля. То есть это два трека узкоспециализированных, узконаправленных. Первый профиль – это практическое предпринимательство и проектный менеджмент. Интересен будет тем, кто на сегодняшний день реализует какие-то проекты, является членом проектной команды, либо хочет создавать свой проект, свой бизнес, открывать, например, разрабатывать инвест-проект и открывать какое-то свое дело, то, конечно, этот профиль будет вам интересен. Второй профиль – стратегический менеджмент и развитие бизнеса. Вот он как раз больше направлен уже на управленцев высшего звена, которым необходимо разрабатывать стратегию компании, понимать, как она будет реализовываться, через какие задачи, что делать компании на рынке и как ей вообще быть конкурентоспособной на рынке, то тогда вот этот профиль, наверное, будет для вас. Если вы хотите ответить на эти вопросы, то вам сюда. В данной программе очень много практиков задействовано, потому что научиться менеджменту только можно, наверное, делая что-то руками. А второе – на примере уже состоявшихся качественных управленцев, которых мы приглашаем в рамках всего всех трех лет или трех с половиной, которые делятся своим опытом, и вы совместно с ними реализуете какие-то даже проекты, кейсы, может быть, даже задачи каких-то компаний для того, чтобы попробовать сделать что-то своими руками. Учебный план состоит из теоретического блока и практического блока. Вы видите, что практический блок, он здесь, конечно же, превалирует, и не давать теорию мы не можем, потому что у вас должна быть качественная теоретическая база, которую вы дальше сможете использовать в своей прикладной деятельности. Теоретический блок связан с основными экономическими дисциплинами, и, конечно, с основными менеджериальными дисциплинами, такими как, например, теория организации, теория история менеджмента, то есть эти все моменты обязательно надо понимать. Прикладной блок здесь связан уже со стратегическим менеджментом, с управлением проектами, с маркетингом, с управлением человеческими ресурсами и многими другими уже узкоспециализированными дисциплинами, причем дисциплины вы можете выбирать сами для себя. То есть у нас наши учебные планы составлены таким образом, это не только по менеджменту, это по всем образовательным программам я сейчас говорю, вам будет предлагаться список дисциплин, из которых вы можете выбирать те, которые вам больше нравятся. То есть вы, например, можете уйти либо больше в направлении маркетинга, либо в направлении управления человеческими ресурсами, в проектное управление. То есть здесь вам дается право выбрать тот трек, который вам нужен, например, на практике, либо вам интересен к изучению. Таким образом построены образовательные стандарты вышки, и они вам дают такое право. Чему учат на данной образовательной программе? То есть вы, в принципе, сможете заниматься не просто управлением, вы сможете анализировать рынки, вы сможете разрабатывать стратегию, вы сможете создавать план проекта и понимать, как реализовать этот план проекта, вы сможете заниматься отбором, набором персонала, но и многими другими задачами, которыми должен заниматься современный квалифицированный управленец в принципе на предприятии любого вида, размера и типа. Поэтому кому это нужно, вам welcome на программу менеджмент и бизнес-администрирование. Следующий блок программ – это программа по направлению экономика. Это программа экономика и финансы фирмы, а также экономика и финансы фирмы и бухгалтерский учет. И о них вам более подробно расскажет академический руководитель данных образовательных программ Редькина Анастасия Юрьевна. Здравствуйте. Я с удовольствием представляю вам две образовательных программы, которые тесно связаны. Это экономика и финансы фирмы и бухгалтерский учет, анализ и аудит. В современном мире все вы понимаете, что финансы очень важны. Поэтому буквально с первого года, когда был образован чернезаочный факультет в Высшей школе экономики в Пермском филиале, у нас была запущена именно эта программа. Мы уже очень много… Теперь слышно? Спасибо. Была запущена эта программа, и мы уже практически два десятилетия выпускаем специалистов в этой сфере. И я думаю, что у нас в Чернезаочном факультете у подготовки финансистов есть прямо самостоятельная репутация в этом городе. Я знаю людей, которые с удовольствием нанимают наших выпускников. Я думаю, что финансы в нашем извенчивом мире будут всегда всех интересовать. Неважно, крупная это компания, средняя или мелкая, может быть, у человека собственный бизнес, ему необходимо разбираться в финансах. Уметь простраивать, с одной стороны, финансовую стратегию, с другой стороны, делать такие обязательные вещи, как следить за расходами и доходами текущими, готовить соответствующую отчетность, разбираться в бухучете. Это могут быть специалисты, которые будут работать в финансовом секторе, собственно, в специализированных компаниях, а могут быть специалистами в крупных предприятиях, где всегда и везде есть финансовый отдел. Я думаю, что каждый академический руководитель будет повторять то, что говорила сегодня уже Катерина Павловна. Мы все гордимся тем, что у нас на программах много практиков. То же самое я могу сказать и про мои, скажем так, две образовательные программы. Мы действительно привлекаем очень много людей, которые работают и профессионально занимаются вещами, о которых они рассказывают в аудитории. Мы очень стараемся, чтобы в профильных финальных дисциплинах были реальные кейсы, реальные ситуации и задачи, которые решают люди в реальном бизнесе. Тоже справедливо гордимся тем, что часть наших преподавателей заканчивала наши же программы и, соответственно, после этого вернулась к нам в качестве преподавателей. Например, у нас традиционно ведут практики такую дисциплину, как оценка бизнеса или, например, краткосрочное управление и долгосрочное управление финансами компаний. У нас, простите, не договорила, у нас есть в программе экономика и финансы фирмы два профиля – финансовый менеджмент и экономическая безопасность с предметами специализации в этих двух профилях. Можно познакомиться на сайте, на страницах вечернего заочного факультета у нас вывешены все учебные планы. И чему вас научат в рамках этой программы? Ну, вот важно помнить, что специалисту в финансах необходимо еще хорошо разбираться и в анализе реальных рынков для того, чтобы правильно какие-то финансовые решения принимать. Поэтому это анализ рынков. Обязательно специалист в финансах должен уметь строить коммуникацию как с бизнес-партнерами, так с клиентами или поставщиками. Поэтому, как вы видите, у нас нет очень узкой специализации. Мы обязательно будем знакомить вас и со смежными, как бы менеджериальными, давать менеджериальные компетенции. Про маркетинг, про оптимизацию бизнес-процессов и управления вам будут рассказывать. А также, когда речь идет про инвест-планирование, то вот у нас, например, ряд студентов прямо дипломы пишут. В качестве диплома защищают проект, собственный бизнес-проект, инвест-план, который они либо открывают прямо в текущий момент, иногда сами, иногда с семьями, это семейный бизнес, либо собираются запускать в ближайшее время. Вот в этом году, я знаю, в этом выпуске как минимум два таких диплома будет. Учебный план представлен у вас, основные дисциплины на слайде. Как вы видите, тут есть теоретический блок. Я не могу сказать, что сразу предупреждаю, хочу предупредить, что теоретический блок включает традиционно дисциплины макроэкономика, микроэкономика и эконометрика. И я не могу сказать, что, сразу хочу предупредить, что хотя правду мы говорим, что будут анализ практических ситуаций, какие-то бизнес-случаи, кейсы, но учиться придется. То есть первые два-два с половиной года обучения – это довольно интенсивная нагрузка, и придется много что изучать, конечно, под руководством при помощи наших преподавателей. Поняла теперь, чему научат. Анализ и оценка финансовых результатов компании, оценка стоимости, ну, фактически я про все это говорила. Теперь еще одна программа – бухгалтерский учет, аудит и налоговое планирование. Она у нас традиционно пользуется спросом, мы каждый год набираем соответствующие группы, ну, просто потому что опять бухгалтерский учет – основа принятия решений любой компании. Соответственно, эти специалисты востребованы на рынке, ну, точно так же востребованы и аудиторы хорошего уровня. У нас каждый год приходят люди получать второе высшее образование, специализируясь в бухгалтерском учете, просто потому что по законодательству невозможно занять должность главного бухгалтера в определенных компаниях, не имея специализированного высшего образования. Помощь будет… Вы будете изучать такие специализированные дисциплины, как, например, международные стандарты финансовой отчетности, особенности отраслевые, бухгалтерского учета, аудит. И вот наши выпускники опять же говорят, что если такая необходимость потом возникает, они после образования, которое получили у нас, довольно легко получают профессиональные, соответствующие документы, и подтверждающие их квалификацию. Чему научат? Ну, вот можете посмотреть. Очевидно, что управленческий учет компании, анализ затрат – это прямо необходимое ядро. Постановка и введение бухгалтерского учета компании, оптимизация системы налогообложения. Есть как минимум два таких предмета, которые настроены, нацелены на эту задачу. И, наконец, проведение комплексного анализа финансо-хозяйственной деятельности. Фактически все это на современных условиях не может быть без того, что вы не владеете на нужном уровне необходимым программным обеспечением. Вот фактически те задачи, которые перечислены здесь, они входят, например, в стандартный набор предметов, которые проверяются потом на госэкзамене. Ну да, главным бухгалтером научат быть, если вы захотите этому научиться. Передаю слово коллеге. Спасибо, Анастасия Юрьевна. Ольга Леонидовна Викентьева, академический руководитель образовательных программ, связанных с IT, бизнес-информатикой и программной инженерией, расскажет, наверное, вкратце о них. Добрый день. Я хочу представить две образовательные программы. Значит, это информационные системы в бизнесе и программная инженерия. Обе программы связаны с информационными технологиями. Значит, и очень часто возникает вопрос, а чем они отличаются? Поэтому сразу хочу этот момент прояснить. Значит, ну, наверное, все работали с информационными системами, и вы прекрасно себе представляете, что это такое. Что у информационной системы есть два интерфейса. Первый интерфейс – это человек-программа. Второй интерфейс – это человек, прошу прощения, это программа и аппаратура. Значит, бизнес-информатики, которые у нас учатся на образовательной программе информационной системы в бизнесе, они занимаются вот этим вот первым интерфейсом человек-программа. А программные инженеры, они занимаются вторым интерфейсом. Это взаимодействие программного обеспечения и аппаратуры. На самом деле, эти две программы, они имеют очень много общих дисциплин. Значит, потому что база, которая касается математики, программирования, систем управления базами данных, это все общее для обеих этих дисциплин. У студентов, которые учатся на информационных системах в бизнесе, у них плюс к этому пойдут еще дисциплины, которые позволяют им лучше ориентироваться в предметной области. То есть это экономика, это дисциплины, связанные с анализом бизнес-процессов, архитектура предприятия. У программной инженерии, у них наоборот, у них больше будет дисциплин, связанных с программированием, больше будет дисциплин, связанных с архитектурой именно вычислительных систем. Менеджериальные дисциплины читаются и у информационных систем в бизнесе, и у программной инженерии, потому что готовим мы не просто программистов, мы готовим специалистов, которые в дальнейшем должны будут руководить командами разработчиков. И у нас очень много внимания как раз уделяется подготовке, работе в команде. То есть у нас даже у программной инженерии, у них на последнем курсе, у них есть специальный проект, который так и называется командный проект. То есть это когда мы берем реальную задачу, очень часто задачи нам наши промышленные партнеры дают, и эту задачу ребята решают командой, то есть они распределяются по ролям, кто-то будет аналитиком, кто-то будет программистом, кто-то будет тестировщиком, кто-то будет менеджером проекта. И вот в команде они решают реальную задачу. Эта задача может быть предложенная преподавателями кафедры, это может быть задача, предложенная нашими, как я уже сказала, промышленными партнерами. Это может быть задача, которая предлагается самими студентами в качестве, например, стартапа. Ну вот на этом слайде представлен учебный план бизнес-информатиков, то есть информационные системы в бизнесе. То есть вот вы видите, что достаточно серьезный теоретический блок, связанный с математикой, плюс еще дисциплины, связанные с экономикой, экономическая теория, дисциплина, которая называется теория организации, ну и, естественно, обязательно дисциплина, которая связана с информатикой, теоретические основы информатики. Значит, практический блок — это тоже дисциплины, связанные частично с информатикой. То есть вот у нас есть бизнесы, инновации в сфере КТ, информационные процессы, системы, сети. Достаточно много программирования. В качестве основного языка мы на обеих программах мы даем язык, который называется C-Sharp. Плюс у нас еще есть курсы по выбору. И в зависимости уже от того, пожелаете, не пожелаете, значит, там могут быть прочитаны либо Java, либо Python. Управление данными. Это курс, связанный с базами данных и хранилищами данных. Архитектура предприятий, анализ совершенствования бизнес-процессов. Это курсы, связанные с проектированием информационных систем, точно так же, как корпоративные информационные системы. Ну и есть веб-программирование. Ну там в зависимости от того, кто этот курс читает, там могут быть вам предложены разные технологии. Но читают у нас веб-программирование, у нас, как правило, читают практики. Значит, ну, чему вас научат на информационных системах в бизнесе? То есть это анализ архитектуры предприятия, анализ и оценка информационных систем для управления бизнесом. То есть это именно проектирование не просто каких-то кусочков информационных систем. Это системный подход к проектированию информационной системы большого предприятия. Анализ бизнес-процессов. Он нам необходим для внедрения информационных систем. Ну и, естественно, у нас есть поиск, сбор, анализ систематизации информации, разработка проектов, совершенствование бизнес-процессов с использованием информационных систем. Ну и, как я уже говорила, некоторые студенты готовят свои собственные стартапы и тоже вот в рамках защиты ВКР их могут защищать. Вот, в частности, сегодня у нас защиты у дневного отделения, правда, были, но вот в качестве ВКР как раз была защита своего стартапа, разработка информационной системы, связанной с медициной. Значит, программная инженерия. Ну, я, собственно говоря, рассказывала все в параллель, поэтому про программную инженерию я вам уже тоже рассказала. И акцент сделала на том, что мы не просто программистов готовим, мы готовим специалистов, которые могут работать в команде и которые могут руководить командой. Потому что в настоящее время именно вот такие специалисты, они востребованы. Дисциплины тоже вы можете на слайде увидеть. Значит, это опять программирование, дискретная математика, теория вероятности, математическая статистика. Есть такая дисциплина, которая называется введение в программную инженерию, которая как раз с основами вас знакомит и с жизненным циклом программных систем. Точно так же, как у бизнес-информатиков, есть экономика, только экономика она своя, это экономика программной инженерии, которая позволяет нам рассчитать стоимость нашего программного продукта и определить трудоемкость. То есть, а сколько, собственно, времени нам понадобится на то, чтобы этот продукт разработать, а это важно, когда мы планируем деятельность в рамках разработки каких-то программных проектов. Значит, есть у нас программирование, ну я сказала, это еще, то есть C-Sharp основной язык и два языка в дополнение Java или Python. Значит, веб-программирование тоже есть, тоже я про него уже сказала. Проектирование здесь больше акцент делается не на архитектуру предприятия, а на архитектуру программной системы, то есть рассматриваются паттерны разные архитектурные, рассматривается взаимодействие между компонентами программных систем. То есть вот в этом отличие и заключается. Значит, кого мы готовим? Готовим специалистов, которые могут разрабатывать архитектуру, сопровождать программные системы. Готовим специалистов, которые могут работать разработчиками, то есть разрабатывать программные продукты. Готовим специалистов, которые могут проверять качество продуктов, То есть это тестировщики. Ну и опять же мы готовим тех, кто может создавать свой собственный бизнес с использованием информационных технологий. Спасибо, Ольга Леонидовна. Как недавно выпустил Яндекс один из последних аналитических отчетов по всей России, самые востребованные профессии, две это программисты, особенно в Пермском крае. Мы лидеры рынка, где у нас не совпадают спрос и предложения, а у нас спрос самый сумасшедший среди всех регионов на программистов. Поэтому это одна из наиболее перспективных программ, которые… Я про рынок труда тоже могу Екатерину Павловну дополнить. То есть сейчас ситуация, видите, какая. То есть раньше программисты у нас уезжали, очень многие ребята, которые закончили у нас бизнес-информатику, программную инженерию, они уезжали работать в Москву. Сейчас идет процесс обратный. То есть из Москвы весь IT, вот бизнес, связанный с информационными технологиями, он пошел в регионы. И у нас очень много сейчас филиалов московских компаний, в которые нужны программисты. То есть буквально они у нас, вот я не шучу, они стоят в очередь и пишут письма, когда можно к вам прийти, к вашим студентам и рассказать про наши программы. Спасибо. Спасибо. Следующая образовательная программа завершает у нас презентацию Третьякова Екатерина Сергеевна, руководитель программы по юриспруденции. Добрый день. Я рада приветствовать вас в вышке. Мы всегда с удовольствием и с радостью встречаем новые лица и новых студентов в высшей школе экономики. Я постараюсь быть немногословной, потому что о юриспруденции, наверное, имеют представление многие. А если у кого-то возникнут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. У нас одна из самых молодых программ в вышке в целом и на вечерне-заочном факультете в том числе. Как вы видите на слайде, у нас нет специализации профилизации. И это мы делаем намеренно, потому что к нам приходят студенты, которые в ряде случаев еще не определились, куда им направиться в гражданско-правовую специализацию, в государственно-правовую или в уголовно-правовую специализацию. Поэтому основу составляет классическая юриспруденция. Все-таки мы придерживаемся той позиции, что классическая юриспруденция должна присутствовать в рамках получения образования. А профилизация, она формируется преимущественно за счет дисциплин по выбору. Это касается всех программ, я немножечко здесь дополню. В наших учебных планах достаточно много дисциплин по выбору. Это отличает учебные планы вышки от федеральных стандартов в том числе. Причем выбор носит реальный характер. То есть студент реально может выбрать то, что ему интереснее и таким образом простраивать свою траекторию. Если интересна гражданско-правовая специализация, то выбираются соответствующие дисциплины данного блока. Если уголовно-правовая, то есть возможность выбрать соответствующий блок. Вы видите сейчас на слайде базовые дисциплины. Конечно, это далеко не весь перечень дисциплин, которые изучаются. Но вот классика представлена в теоретическом блоке. А практический блок, он совмещает и теоретические моменты, ну и безусловно практические моменты. И у нас занятия ведут и практикующие судьи, и адвокаты, и представители прокуратуры, нотариата и так далее. Таким образом мы представляем возможность нашим студентам разные аспекты юридической профессии посмотреть, пообщаться с практиками. Может быть для себя сделать осознанный выбор. Ну и соответственно, в том числе, обсудить различные вопросы. Чему научат? Научат много чему, вы видите на слайде. Это различные компетенции, связанные в первую очередь, конечно же, с юридической профессией. Но могу обратить внимание, что наши студенты, они на первоначальном этапе приходят к нам с абсолютно разной мотивацией. Если это студенты, у которых есть среднее профессиональное образование, да, безусловно, в большинстве своем они хотят получить высшее образование, ну и развиваться в рамках своей карьеры по юридической профессии, потому что, к сожалению, на сегодняшний день среднего профессионального образования в рамках юриспруденции бывает недостаточно, чтобы достигать определенных целей. А наши студенты все-таки ставят себе достаточно высокие цели и активно двигаются к ним. Кроме того, что касается вот тех студентов, приходящих на второе высшее образование, у них мотивация различна. К нам приходят студенты, которые хотят стать юристами в том числе. К нам приходят студенты, которые хотят расширить свой кругозор в рамках своей деятельности. Допустим, в том числе руководители компаний, которые вот хотят контролировать этот сегмент в том числе. К нам приходят студенты, которые хотят поступить на государственную муниципальную службу, потому что дипломы, они носят смежный характер. И в ряде случаев для занятия должностей на государственной муниципальной службе нужен либо диплом юриспруденции, либо государственное муниципальное управление. Этот вектор тоже присутствует. И еще у нас есть очень интересная часть студентов. Они присутствуют практически каждый год в аудитории. Это те, кто приходят для себя, потому что все-таки осознание того, что право нужно всем, и знания о праве, они делают нашу жизнь эффективнее, они уже есть. Это уже осознание этого уже есть в нашем обществе, и есть действительно люди, которые приходят получить знания о праве для себя. Причем есть прецеденты, когда начинается это все с формата для себя, а потом к концу мы решаем, что можно не только для себя, можно и для других реализовывать эту деятельность. Это вот вкратце основные моменты, связанные с направлением юриспруденции. Спасибо. Спасибо, Екатерина Сергеевна. Ну и теперь, наверное, уже более таким техническим моментом, который интересует вас всех, вне зависимости от того, какую образовательную программу вы выбираете, и те, кто уже определились, и те, кто, может быть, еще на пути определения находится. Информация, касающаяся направлений подготовки и вступительных испытаний. Здесь указано, для какой образовательной программы, какое вступительное испытание нужно сдать. Три вступительных испытания, пусть вас это не пугает, наше Министерство образования хотело бы, чтобы мы вас проверили со всех сторон и очень подробно, поэтому три вступительных испытания это по законодательству, это абсолютное требование для всех университетов, и мы его обязаны выполнять. Хотя мы понимаем, что вы все взрослые люди и уже с профессиональным образованием, но тем не менее, если вы заметите, то проходной балл не по всем вступительным испытаниям колоссально высокий, и я думаю, что здесь сидящие вполне способны сдать эти вступительные испытания. Более того, мы понимаем, что может быть некоторые из вас, кто-то не углублялся в историю, кто-то изучал ее опять же 10-15 лет назад, и понимая это, мы организуем для вас бесплатные консультации, для того, чтобы понять, что такое вступительное, например, испытание по истории, или что такое вступительное испытание по математике. И в частности, сегодня с 8 вечера будут 2 консультации, одна по математике, вторая по истории, всех вас на них приглашаем, в течение часа, часа 10 вы сможете посмотреть, что такое вступительное испытание по тому или иному предмету. Более того, у вас в брошюрах представлены расписания на июнь, июль месяц на консультации, если кто-то сегодня не может по каким-то причинам остаться, то это, конечно же, не последняя консультация за все лето, они будут еще и в августе, и в сентябре. Следите, пожалуйста, за информацией на сайте, либо в социальных сетях, на ближайшие 2 месяца у вас информация есть, если кто-то хочет, уже определился записаться, вы можете заполнить сегодня или сейчас бланк, и на выходе его здесь оставить на столе, мы вас внесем в базу, вы будете записаны на консультацию на определенный день. Поэтому, пожалуйста, приходите, это делается для вас, для того, чтобы вы могли посмотреть, освежить свои знания перед тем, как задавать вступительное испытание. Вступительное испытание вы можете сдавать при подаче документов, то есть вы приходите, можете сразу же одно или два вступительных испытания сдать, а далее уже по приемной комиссии вы определитесь с датой, когда вам будет удобно подойти и сдать следующее вступительное испытание. Поэтому здесь все зависит от вас, когда и как вам удобно, когда вы и как будете готовы, поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Еще один момент, очень важный и интересный, который отличает вышку от многих других университетов. Мы вообще университет, один из немногих, который имеет право создавать свои образовательные стандарты и учить не так, как все остальные. Все остальные, многие университеты учат по министерским стандартам, мы учим по своим. И мы на самом деле очень сильно этим гордимся, потому что мы вам можем дать и создать таких студентов, которые будут отличаться на рынке труда от конкурентов. И одним из таких преимуществ, которого нет у других университетов, это так называемый дополнительный профиль или майнер, как у нас его принято называть. Что это значит? То есть, обучаясь, например, на программе юриспруденции, вы имеете право выбрать один из дополнительных профилей и в рамках своей образовательной траектории выучить что-то в дополнении. Например, вы можете, будучи юристом, выучить для себя менеджмент. Если вы понимаете, что вы хотите потом развиваться как управленец в юриспруденции, вам базовые дисциплины по менеджменту будут полезны. Либо, если вы понимаете, что вы хотите быть юристом с уклоном в IT, вы можете выбрать профиль или так называемый майнер, например, IT, и там базовые дисциплины изучить. Майнер предполагает изучение четырех дисциплин, тех, которые вам были бы интересны. То есть, и получается на выходе вы будете, например, менеджер с уклоном в юриспруденцию, или вы будете экономист с уклоном в IT. То есть, это все зависит от того, что вам будет интересно. Вам точно так же после первого изучения первого курса, по окончании первого курса предоставляется право выбрать какой-то один из существующих майнеров. Про майнеры и про те дисциплины, которые туда входят, вы можете тоже подробно посмотреть на сайте. Я сейчас не буду отнимать время, чтобы подробно вам это рассказывать. Кому интересно, пожалуйста, посмотрите. Либо можно после задать все вопросы, расскажу более подробно, кого это заинтересовало. Что у нас есть еще для вас? То есть, что дает факультет, что дает университет? Во-первых, мы по всем дисциплинам будем выдавать вам рабочие тетради. Вам не надо будет носить с собой тетрадку в клеточку, где вы будете писать. То есть, это связано с тем, что мы стараемся в этих рабочих тетрадях как можно больше разместить теоретической информации, чтобы вы не сидели и рукой не писали, как это было всегда, чтобы вы могли заполнить несколько таблиц для того, чтобы теоретическая база была с вами, а на парах вы уже могли обсуждать на основе вот этой информации какую-то прикладную задачу и не тратили время просто на написание лекций. У нас есть дистанционная площадка, которая будет поддерживать вашу учебу, где вы можете сдавать контрольные, где вы будете видеть свои оценки, где вы будете проверять свои работы на антиплагиат и так далее. То есть, это дистанционная площадка для поддержки студентов, очень удобная. Вы там дистанционно сможете общаться и с преподавателями, и решать какие-то свои учебные вопросы. В течение года проводится много мастер-классов на разные темы, которые вы можете посещать без ограничений абсолютных. В каждой образовательной программе обязательно есть проектные семинары. Это еще одно требование наших образовательных стандартов, которое предполагает, что любая программа строится на том, что у вас есть проект, а вокруг этого проекта вы уже изучаете и укладываете все теоретические дисциплины и теоретические знания. Еще есть для вас изучение английского языка, профессионального английского языка. Все, кто желает, могут записаться бесплатно на факультатив и в течение двух лет посещать занятия по английскому языку. У нас огромная шикарная кафедра иностранных языков, которая вас протестирует, разобьет на группы от начинающих до профессионалов, и вы будете каждый в своей группе в течение двух лет поддерживать знания иностранного языка. Современные специалисты, наверное, видели последние две-три недели везде во всех соцсетях и в средствах массовой информации. Росстат провел исследование, которое показывает, что на рынке труда зарабатывают больше те, у кого есть знания английского языка. И это правда так, сейчас многие работодатели это тоже хотят, спрашивают. Именно поэтому мы сейчас иностранный язык и своим студентам предлагаем. Еще одно отличие у нас сейчас во всех практически образовательных программах будет уклон, даже не то чтобы уклон, но будет вам в помощь изучение IT-дисциплины, изучение языка программирования Python, для того, чтобы вы потом это в своей работе могли изучать. Менеджмент будет изучать язык Python, экономисты будут изучать Python, покажут, зачем вам это может пригодиться как экономисту, где вы это можете использовать, и за счет чего вы сможете на рынке, опять же, как сотрудник, стоить намного больше. Вы можете принимать участие абсолютно во всех студенческих мероприятиях, которые проходят в университете, неважно, что там заочная форма, очно-заочная, наряду с дневным отделением, абсолютно так же, любые секции спортивные, которых у нас более 15, любые мастер-классы, студенческая весна, КВН, все что угодно. Если вы хотите жить полноценной студенческой жизнью, пожалуйста, welcome, все будут только рады, и это даже очень приветствуется. Где мы находимся? Все корпуса Высшей школы экономики расположены в Тахильхинском районе, в шаговой доступности. Сейчас мы с вами находимся в главном корпусе Высшей школы экономики. Есть на Лебедево корпус, на технической, на бульваре Гагарина. И в сентября запускается еще один большой корпус, здесь тоже в шаговой доступности. 1 сентября, с кем мы здесь, 1 октября там получается, с кем мы увидимся, вам подробно будут рассказаны все маршруты, явки, пароли, кто где располагается, куда приходить, по кому, по каким вопросам. Вопрос, наверное, который интересует всех, и самый главный вопрос, стоимость обучения. Стоимость обучения, я вам честно могу сказать, она у нас по сути смешная. Неделю назад ко мне пришла девушка и говорит, у меня муж переехал в Москву, переведите меня, пожалуйста, в московский кампус, я говорю, без проблем. Еще через 3 дня она прибегает, говорит, я передумала, я говорю, что случилось, муж вернулся, муж не вернулся, там стоимость обучения 300 тысяч. Я говорю, ну, есть такое, Москва. Не-не-не, я в Перми доучусь, потом перееду. А знаете, в чем здесь на самом деле юмор? В том, что вы получаете диплом точно такой же, как получают студенты московской вышки. Нигде не будет написано, что вы обучались в Перми, у вас будет диплом не у выше, точка. Все. То есть у вас не указано, что вы учились в Перми. Если вы завтра переедете в Москву, вы спокойно можете говорить, что вы закончили вышку, и никто даже не поймет, что это был, например, пермский кампус. А цена, ну, вы чувствуете по стоимости, то есть она значительно отличается. Стоимость обучения на базе высшего образования составляет по очно-заочной форме 70 тысяч в год, по заочной 60 тысяч 200, на базе среднего профессионального 65, очно-заочная форма и заочная 60. Я могу сразу оговориться, что это примерные суммы в том плане, что они не больше, они у вас даже у кого-то будут меньше, это будет зависеть от того, как у вас пройдет перезачет, переаттестация дисциплин. Просто кому-то нужно будет изучить зачетных единиц чуть больше, чуть меньше, то есть где-то у кого-то 64 500, у кого-то 64 800, то есть плюс-минус какие-то незначительные суммы, но это будет все вот до этой цифры, то есть чтобы потом у вас не было диссонанса, когда вы будете оплачивать. Оплата осуществляется двумя платежами в основном, то есть это за первый семестр до 15 сентября, второй семестр там будет до 15 декабря. Возможные рассрочки, мы все понимаем, что сейчас жизнь она непростая, и бывают ситуации разные, поэтому могут быть заключены доп. соглашения на то, чтобы вы разбили оплату, предположим, там по месяцам, или на два платежа, либо на три платежа уже, как вам удобно. То есть это все решаются вопросы. Стоимость фиксированная, как в других университетах, во многих вы, наверное, видите, то есть тоже молодой человек приходил, получал консультацию, говорит, вот там ваших конкурентов, я не буду называть, 56 тысяч в год, я говорю, замечательно, а следующий год, а не знаю, ну хорошо, ну сколько в договоре у вас индексация, ну вот столько-то процентов, я говорю, так вы умножьте, сделайте всю сумму, сложите, он юрист, то есть ему была эта, видимо, процедура не очень проста, правда, он так сразу и сказал, он в итоге, тоже умеете считать? А, деньги умеете? В итоге, я никого не хочу обидеть, то есть молодой человек сразу сказал, я юрист считать не умею, я говорю, ну давайте вместе, какие проблемы? Мы с ним когда посчитали, общая стоимость образовательной программы там получилось больше, чем, например, у нас, то есть вы когда дальше будете выбирать и сравнивать по цене, не сравнить только по первому курсу, потому что у всех университетов в городе есть индексация, у нас ее нет, то есть мы вам говорим, что у вас будет 70 тысяч в год, она на следующий год на 10% не вырастет. Есть скидки, сейчас их покажу, и есть налоговый вычет, это приличная сумма, все студенты у нас пользуются налоговым вычетом, и либо по окончанию всего обучения, либо каждый год подают данные в налоговую, и данный вычет возвращается. Скидки какие могут быть? Понятно, что своих студентов мы поддерживаем, наши выпускники им 10% скидка, если они к нам повторно приходят. Также мы поддерживаем всех отличников, мы любим целеустремленных людей, если у вас красный диплом, пожалуйста, у вас будет скидка на обучение 7%. У нас очень много учится семейных пар, у нас очень много учится братьев, сестер, когда люди приходят вдвоем, и это общий семейный бюджет. Понимая это, мы семью, так сказать, поддерживаем и тоже даем скидку. Ну, здесь вот как раз дальше перечислены все виды близких родственников, юристы поймут по законодательству, там это все прописано, кто такие близкие родственники, как раз им скидки предоставляются. Конечно же, скидки у нас есть колледжем-партнером, у нас есть колледжи-партнеры, если оттуда приходят ребята, им тоже дается обязательно скидка. Сроки подачи документов, у вас в брошюрке эта вся информация техническая есть, с 1 июня стартовал прием документов, можете сегодня, если кому-то интересно, завтра и до конца сентября, до 10, простите, сентября на очно-заочную форму подать документов, и до 10 октября на заочную форму документов будет вестись прием. Поэтому в любое время, когда вам удобно, пожалуйста, вы можете подать документы. Документы, которые необходимо, зачитывать не буду ни в коем случае, у вас все это есть либо на сайте, все знают, что такое сайт университета, и там разберетесь. У вас также есть в брошюрках на последней странице список всех документов, здесь ничего сложного нет. Контакты, где подаются документы, и где можно задать вопрос. То есть сейчас, после нашей сегодняшней с вами встречи, мы можем с вами с кем-то индивидуально переговорить, сейчас можно задать абсолютно любой вопрос. Также можно подойти в кабинет 313, там находится приемная комиссия, там деканат вечерне-заочного факультета, там можно подать документы. В пятницу, соответственно, до половины десятого, в субботу до половины четвертого, до четырех деканат работает, если в нерабочее время, а так каждый день с 10 и до 6 можно подавать документы по студенческой 38, кабинет 313. Спасибо большое за внимание, понимаю, что все устали, информации много, конец рабочего дня, готова ответить на все ваши вопросы. Вступительные испытания могут быть сданы в момент подачи документов, но поскольку их на сдачу вступительных испытаний записываться не нужно. В любое время. Еще вопросы? Спасибо. Вопрос был, последний парт, я, наверное, повторю, не слышно. Как вышка относится к пропускам и к опозданиям, добавлю, наверное, поскольку мы все понимаем, что вы работаете, у многих семьи, дети и так далее. Мы, понимая это, во-первых, мы создавали рабочие тетради для того, чтобы у вас заранее уже был весь материал на руках. Во-вторых, многие преподаватели, понимая это, никто вас не будет не пускать в аудиторию, если вы задержались на 10 минут, а спокойно прошли и сели на свое место. И, в-третьих, все преподаватели идут на уступки, то есть вы всегда сможете договориться с преподавателем, узнать, где взять материал, где что можно посмотреть. Как таковой отмечать посещаемость нет, но, конечно же, надо понимать, что на экзаменах присутствовать надо. То есть понятно, что автоматом ставятся какие-то экзамены не будут. Лекции – это ваше право, вы взрослые люди, вы можете что-то почитать самостоятельно, может, в чем-то вы уже очень хорошо разбираетесь, сидеть на лекциях не очень хотите, но на экзамене надо будет в любом случае быть. Если все-таки вы уехали в командировку, заболел ребенок, вы на экзамен не пришли, то вам просто будет назначена дата пересдачи, вы придете спокойно, это все пересдадите. Да, кстати, по поводу сессий, по поводу экзаменов, я не сказала очень важный момент. Очно-заочная форма обучения у нас отличается от всех других университетов еще и тем, что у нас нет как таковых сессий. Вы, наверное, на первом своем образовании привыкли, что у вас декабрь или январь – это месяц сессий, июнь – это месяц сессий, когда вы каждый день учите, сдаете, учите, сдаете. У нас такой практики нет. Учебный процесс выстроен следующим образом. В течение года вы изучаете дисциплину, предположим, 20 пар, вы изучили 20 пар, на 21 паре у вас стоит экзамен. Таким образом, первое преимущество – нет какого-то концентрированного момента времени, когда стоят все экзамены, а вы, например, в это время в командировке. Экзамены раскиданы в течение года постепенно. Второй огромный плюс – вы еще не успели забыть дисциплину, то есть вы в сентябре, как у многих университетов выучили, в декабре вам ее только сдавать. Что же там было в сентябре, одному богу известно. У нас таким образом вы изучили по горячим следам, вы все еще помните, знаете, вы здесь же сдаете экзамен по данной дисциплине. Еще вопросы? Расписание утвержденное бывает на месяц вперед, на год вперед, конечно же, вам его никто не сможет дать по объективным причинам, человеческий фактор, вы сами понимаете, преподаватели в командировках, на конференциях где угодно, то есть за месяц – да, за полгода, к сожалению, нет. Но студенты к второму курсу уже примерно понимают, когда будет, какие экзамены, то есть график, учебные планы, все вывышены на сайте. Если вы видите, что, например, у вас в сентябре началась дисциплина, вы примерно представляете, когда она будет завершаться, то есть вы примерно сможете спланировать. Еще вопросы? Переводы с формы на форму возможны. Там могут быть нюансы в разнице учебных планов, потому что в разное время изучается, и здесь, может быть, что-то вам придется изучать самостоятельно и доздавать, либо вот такие вот нюансы, но, в принципе, перевод с формы, если вторая форма имеется, да, возможен. Да, конечно. Если у вас имеются актуальные результаты ЕГЭ, вы можете их принести при подаче документов, у вас их примут, и вы можете не сдавать вступительные испытания, а поступить по ЕГЭ. Три года? Три, да. Можно. Можно. Вы никому не говорите, что не получилось. Пришли и сдали. Еще вопросы? Она вам не понадобится. Вы справитесь, правда. Правда, все сдают. На каждую дисциплину нет. На самом деле, вопрос, если есть серьезность намерения, вопросы на самом деле очень актуальные. Спросили, сколько раз можно пересдавать экзамены. По законодательству, любую дисциплину вы можете пересдать два раза. То есть, экзамен основной, пересдача, и вторая пересдача уже комиссии идет. То есть, это все по правилам. Еще вопросы? Да, пожалуйста. На каждом курсе оно разное. Вам сейчас, если вам необходимо сесть... На первом курсе в ноябре первая сессия, вторая сессия в феврале, и третья сессия апрель-май. Это примерно вот так. Для заочного, конечно. На заочной форме? Смотрите. Вообще, все всегда находятся на связи. Если вы кто-то видели наш сайт, у нас, во-первых, у всех преподавателей есть свои страницы на сайте. Если вы там забьете мою фамилию, кому интересно, вы там найдете абсолютно все про меня, вплоть до моего резюме и ссылок на социальные сети. И у каждого преподавателя, правда, у нас у каждого преподавателя так. Соответственно, если у вас есть какие-то вопросы, вы пишете преподавателю, либо где-то в социальных сетях, мы все всегда отвечаем, либо на корпоративную почту мы тоже отвечаем. Вы пишете, я студент такой-то группы, учился у вас по какой-то дисциплине, потому что потоки студентов большие. Просто напоминаю, я такой-то... У меня вопрос. Ни один преподаватель не оставит вопрос без ответа. У нас такая корпоративная культура, это правило, то есть это в обязательном порядке. Тем более для заочной формы обучения, когда мы понимаем, что вы далеко, а вы готовитесь по какой-то дисциплине. Учим корпоративные финансы, не можем понять формулу. Вас никто не бросит, поверьте. Нет-нет, правда. Еще вопросы. Материалы по вступительным испытаниям. На сайте вечернего заочного факультета есть страница абитуриента, и там есть вся информация полная по поступлению, также есть там вкладка вступительное испытание. Там есть программы дисциплин по каждому вступительному испытанию, а также пробные тесты, то есть вы можете посмотреть, как выглядит тот или иной тест по тому или иному вступительному испытанию. Поэтому вам туда, по той вкладке, там все найдете. Еще вопросы. Если вопросов нет, тогда все желающие сейчас могут пройти на консультации. Другая группа желающих, кто хочет подать документы, можете пройти в кабинет 313. И еще все желающие сейчас могут задать абсолютно любой вопрос к каждому из здесь присутствующих академических руководителей. Спасибо огромное. Были рады с вами познакомиться. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok